всем привет у меня чарльз голодной стороны он у меня как с голодной стороны не жрамши а вообще мне кажется у него желудок болит поэтому он хочет травы сожрать чтобы говорят им живут для желудка помогает потому что у меня сейчас как-то машине странно себя повел даже хотела ехать к ветеринару представляете так испугалась он сам испугался ко мне быстрее на руки в общем не знаю чё с ним может быть ему то что печенку дала может быть она и для них не очень надо сейчас почитать в этом в интернете хотя чё там дала то господи тут столичка чё нажрёт чуть-чуть за трава он уже на все попрел какая-то особенная пускай есть все животные сами знают что им есть чем не есть какую травку есть а какой не есть еще странный какой-то надо сегодня с ним съездить в этот на пляж там травы много сказать там поезд бывает иногда у меня кости никакие не ест никакие абсолютно вернее их он ест а потом его рвет скажем так все назад вылезает поэтому уже много раз пробовала вроде как на крапиву но не колется все позавтракал пойдем на работу море спокойное спокойное наверное сегодня пожар пораньше закроюсь еда у меня приготовлена и поеду на пляжик съезжу погуляю дарить какой мой спокойный хороший это прям в поиске травы утрова нужно вот наша деревушка приехали на пляж не отработала в поисках травы и будем идти здесь вот пойду по этой тропинке вообще пляж но пах там вот хорошо там все оборудовано оборудовано а это идет тоже на машине на пляж можно доехать там нельзя на машине до ехать в общем пускай пожрет у короче у меня его вырвало два раза на работе пришлось стирать вот это покрывало которое на диване было не весь какой-то вялось я муж сказал он говорит вези его к ветеринару я не до такой степени он еще совсем плохой чтобы к ветеринару говорю везти да маленький такой рыбка такой клиентка пришла говорит ой у меня живот болит все болит я грусть ты прям как моя собака ой собаку я говорю сейчас за траву поеду повезу его есть она я таблетки наглоталась что-то не помогают я курдень что ли у вас такой ну смотрите одуванчики цветут птички поют весна что ли пришла гляньте какие цвета цветочка в общем идем на пляж погода замечательная скоро низ пера поспеет муж мало не шмала по-русски по моему она обожаю вот этот фрукт вообще раньше не любила по нему представляете не понимала что это такое не шмала такой желтенький фрукт с косточками внутри крупными потом раскушала раскушала мне совсем прям прям понравилось слышите как птицы поют по весеннему это у нас что тут горох горошек зеленый горошки я поела горошек зеленый я люблю горошек зеленый я люблю горошка лошадь 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 Сегодня пахнет морем. Пахнет морем. Вот такую вкуснятину я сейчас буду есть. Всем приятного аппетита! Вышли погулять. Чарль уже побежал. Ему очень страшно здесь почему-то ходить. Но он никуда от меня не убежит. Вот он сейчас будет подглядывать из-за поворота. Иду ли я или нет. Не знаю почему, но вот прямо вот он боится идти. Я не понимаю в чем дело. Никто его там не пугал никогда. Может быть шумы вот этих вот всяких штук. Так вот он, видите, подглядывает. Так, видите, увидел, что я иду и дальше побежал. По своей дороге. Вот, видите, как оборачивается постоянно. Как говорится, и прямо боится идти, без меня боится идти. На улице так облачно. Хотя дождь не передают. А уж если его не передают, то он точно не пойдет. Потому что здесь, когда передают, то дождь, и он нифига не идет. Мы выходим сейчас, обычно в пять выходили всегда. Сейчас уже полшестого выхожу. День стал длиннее. Повесила дома белье. Буквально полчаса назад было солнце. Прям вешало там такое жарище на крыше. Чарли оттуда не вылазит. Иногда подумываю поставить кресло, ну вот это пляжное, и позагорать. И потом вспоминаю, что загорать я не люблю. И не вижу смысла в моем загаре, потому что я становлюсь красной как рак. И на следующий день он с меня сходит. Поэтому загорать как бы так специально я не загораю никогда. И все, я не ставлю. А потом надо его постоянно убирать, потому что если ветер поднимется, ураганы, то нафиг все это снесет. Не важно, сколько весит это кресло, оно все равно с ветром унесет. Тут такие ураганы могут быть. А февраль всегда... Вообще февраль этот вообще какой-то непонятный. Я смотрю погоду, и там до 20-22 градуса. Это вообще как? Куртки даже не надо одевать. Шпинат. Вот его, смотрите, как-то собрали и выбросили. Чали беньки в янекочи. Бень. Видите? В прошлом году я тоже показывала. Шпинат вот так собирали и разбрасывали. Не понимаю процедуру эту. Тут, видимо, что-то сажать будут. Или уже, может быть, посадила. Ой, посадила, посадили. А мы сейчас вот так, смотрите, пройдем, пройдем, пройдем. И вот наш парк любимый. И туда пойдем. Машина. Куда? Сюда? Да, машина сюда. Смотрите, Чарли сам видит машину. Сейчас должен прибежать. Чарли, вене кочи. Вене, ки вене кочи. Вене, вене, вене. Мой, венчик. Опять эта собака к нам пристала. Смотрите, вот эта собака, она бешеная какая-то. Ну, не то, что бешеная. У нее есть собака, у нее есть хозяйка. Но только я не знаю, где эта хозяйка. Она меня в прошлом году бесила и сейчас опять бесит. Она слишком какая-то, как энерджайзер. Ай, ну, вене-то параки. Мне энергии очень много, поэтому какая-то бешеная, мне кажется. Еще она так бежит и гавкает. Я поначалу пугалась. И хозяин вообще по воровану. Странные вообще люди. Странные. Видите, здесь вот это вот открыли для полива, чтобы поливать поля, огороды, ручейки. Можно было бы наделать кораблики из бумажной. Ой, я в детстве корабликов делала бумажные. И как по весне у нас, когда с полей шло, шло, ну, таяли с поля и шло много воды. Вообще так классно. Вот мы все сырые, холодно, но счастливые. Кораблики эти пускали и ходили вдоль, куда они плыли. Вообще классно. И тут можно было бы нырнуть. Нырнуть. Капуста. В общем, гуляем. Видите, как поливается из общей вот такого ручья. Каждое поле. И вот так каждой грядке сделанной. Вот так. И туда водичка идет. Это бывает, я не знаю, два раза в неделю, может быть, открывают воду. Естественно, не бесплатно. Эта вода. За нее платят. Я не знаю, сколько раз в год. Вообще, смотря у кого может быть месяц, у кого-то раз в год. И вот так вот. Это, по-моему, салат. Или капуста какая. Не пойму, что это. Вообще на салат похоже. Тут вот тоже салат. Тут тоже вот, видите, маленькие ручейки. И они вот так поливают. То есть на самые салатные листья не попадают, а вот на корни подливаются. Чарли травку кушает. Сегодня нажрется травы. Ай, больше чем не знаю, что. Накормила мамка печенкой. Хотя я почитала в интернете, печенку можно давать. Печенку можно давать собакам, но, видимо, не жареную. В мамке. Ой, как я. Я говорю, дала кусочек маленький, а он вон как ему. Плохо было. Хочу. У меня сейчас мысль такая пришла. Правда, она мне пришла около дороги, когда выходим. По-моему, батарейка садится. Так что придется, наверное, эту мысль оставить. Но потом, в общем, хотела поговорить о умных дураках. Что это значит? Я вообще не люблю людей, которые умничают. Постоянно умничают, не представляя из себя ничего. Хотят другим доказать, что они самые умные, самые красивые и самые любимые. Я таких людей вообще не перевариваю. Наверное, меня слышно, нифига не будет. А пока есть настроение на эту тему, сейчас немножко пройду дорогу и продолжим разговор. В общем, я считаю, что если ты умный, то умный человек никогда не будет умничать ни перед кем. И постоянно доказывать. Блин, ну не было же машин. И постоянно доказывать. Вот посмотрите, какой я умный. Ну почему вы мне не верите? Я же такая умная. Или умный. Потому что если ты умный, то не надо об этом доказывать. И так видно. Если ты красивый, то вообще не надо этим восхищаться и постоянно всем доказывать. Посмотрите, какая я красивая. Посмотрите, какая я идеальная. Вообще, это мне кажется так смешно. Мы же не выбираем, какими нам родиться. Наша же мама с папой не делают так. Там какую-то специальную, как это называть, арифметическую задачу, чтобы вычислить и родить нас красивыми. Правильно? Я же не говорю маме. Я хочу вот курносый нос, осиную талию и третий размер груди. Какой бог меня создал, такая я и есть. Правильно? И что-то если вдруг меня Бог создал красивой, а я считаю, что Бог меня создал красивой, то я не буду об этом никому им говорить. Посмотрите, какая я красивая. Если ты богатый, богатый человек никогда не будет никому показывать, как он богат. Вообще богатые люди, они сейчас вот, не знаю, может быть, раньше там, но сейчас они вообще никому не показывают, что они богаты. Во-первых, это не то, что некультурно, что ли, некрасиво. Во-вторых, а вдруг налоговая на вас обратит внимание? Даже, знаете, богатые люди, ну, не знаю, как-то даже не выделяются из толпы, не пытаются показать всем свое богатство. Мне кажется, свое богатство пытаются показать только тот человек, у которого нифига этого богатства и нету. Это и все мое мнение. Чарль и бэнь, мы на ки, машина. Вот. Просто есть такие у меня встречались в моей жизни люди, которые постоянно мне доказывали, какие они умные. Какие они, что, ставили себя выше других, выше остальных на голову. Я с такими людьми, ну, мне, знаете, как хочется им сказать? Ты кто такой? Давай, до свидания. И все, мне даже не интересно с такими людьми общаться. Потому что, насколько бы они не чувствовали себя умными, они так глупы. Ой, и когда, знаете, особенно если, когда себя превышают, превышают, унижая других, то это вообще труба. Мне с такими людьми хочется по голове дать. Я раньше, знаете, спорила, доказывала, а потом, ну, я же умнее, просто смеюсь над такими людьми. Потому что он действительно на самом деле глупый. Если вы не считаете так, то аргументируйте. Может, я не права. И может, наоборот, нужно всем кругом кричать, какая я красивая. И какая я умная. Кричать о своем образовании. Даже если у тебя его нет, знаете, многие люди в сто раз умнее есть, у которых нет образования. И люди, у которых три-четыре высших образования, ну, такие, извините сказать, тупые. Что просто пипец. А еще зависит, в какой семье ты родился и как тебя воспитали. Мне кажется, что возвышая себя, унижая других, это вообще самое последнее дело. Да? Такое пылище. Смотрите. Вот что-то мне в голову пришла эта мысль. Решила с вами поделиться ею. Смотрите. И мне за таких людей, которые унижают. Типа, они, знаете, не хотят. Они же такие умные. Они не хотят никого обидеть. Просто они, вот, типа, выражают свою точку зрения. Умные все. У меня было, были и есть люди в моем окружении такие. Но я стараюсь ограждать себя. С возрастом уже знаете, как бы, зачем мне нужны такие люди в моем окружении, правильно? Как здесь говорят, ми хор солоке мала компаниала. То есть, лучше один, чем в плохой компании. Ну, это ведь и так. Ладно, вот так вот поболтала с вами немножко. Свою мысль выразила. Тут такие катакомбы. Тут, видимо, делают дорожку такую. Была на телефоне батарейка. Ну, у нас есть всегда телефон. Сейчас еще иду. Дети здесь на велосипедах. Вы знаете, здесь все кругом мугаются матом. Нет никакой абсолютно цензуры. Даже по телевизору можно часто услышать слова матерные. Что в России это даже недопустимо было бы. А дети вообще запросто. Я вообще не видела, чтобы их там, чтобы особенно ругали там или что-то. Ну, в принципе, как могут запретить, если даже по телеку все матом ругаются. Может быть, для них это не мат, но, блин, значения-то они имеют матерные. Я не буду вам повторять и рассказывать, какие здесь слова есть. Ну, матершинные. Вот, вот, отюхался. Отюхался. И вот они едут, дети лет по 8. И матом друг к другу содят. Ой, смех и грех вообще. За детей сейчас вообще страшно. В компании все это. Хотя вот вчера, представляете, идет мама. С ней девочка. Ей, наверное, лет 6. Вот. И она идет свободно по улице, курит травку. Как ни в чем не бывало при девочке. Но девочка потом вырастет и тоже будет курить эту травку. Вообще, курить травку, это, по-моему, бич Испании. Здесь ее курят все. И они, по-моему, даже не считают, что это вредно или еще что-то. Они как сигареты. Плум-плум-плум. Вот. Какие. Мысли. Видите, там столько много детей сегодня. Видимо, погода хорошая. Все вышли гулять. Смотрите, какой приятный сюрприз меня ожидает. Я оставляла здесь гору посуды. И здесь уже ничего нет. Как же приятно приходить домой. А когда все вымото, посуда за тебя. Вообще супер. Вот так я готова готовить хоть пять раз на дню. Потому что больше всего я ненавижу мыть посуду. После готовки. Готовить обожаю, но мыть посуду ненавижу. Ну, вы поняли, да? В общем, у меня сегодня по плану большой брат. Смотрю. И включила камеру. Я тут монтирую заодно. Включила камеру. Говорю, попрощаться-то я и не успела. А попрощаться надо. Нужно быть культурными. Так что всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.